С 16 февраля началась Масленичная неделя. Как говорят в народе, сытную сырную неделю отмечают за 7 недель до Пасхи. Масленица – один из самых радостных и светлых праздников. Всю неделю народ провожает надоевшую зиму, печет блины и ходит друг к другу в гости. Наша съемочная группа в первый день, который называют встречей, отправилась в гости к Эмилии Федоровне Сумкиной. Женщина родилась в Сибири, а в Рассказово приехала в 80-е годы. Традиции ее семьи, которые соблюдали с поколения в поколение, отмечая Масленицу, чтут до сих пор. Забота большая, коли знала, что придут гости. Кстати, сегодня понедельник, день встреч. И чтобы все быть на готове, встала рано. Я всегда встаю рано, а сегодня поднялась аж в пятом часу. Еще бабушка Эмилия Федоровна в далекие годы и тяжелые времена говорила, что гостей всегда нужно встречать угощениями, чтобы стол не был пуст. Следуя ее словам, хозяйка с самого утра в хлопотах. Традиции масленичной недели в семье соблюдали всегда. Пекли блины, либо пресные, либо кислые. Сегодня я пеку пресные блины. Это масло, это яйца, это молоко, ну, понятное дело, соль. Ну и немножко добавляю к сливочным, добавляю еще немножко постное. Когда их пеку, я еще их немножко смазываю. Что может быть вкуснее блина? Ароматного на молоке с маслом, сахаром, вареньем или любой другой начинкой. Их еще называют «маленькие солнышки» за схожесть с цветом и формой с небесным светилом. Всю неделю блины пекут из гречневой или пшеничной муки на масле, молоке и яйцах. Круглые во весь объем сковороды. На столе у Эмилии Федоровны блинчики с творогом, яблоками, сырники. Варенье, сметана, мед – дополнительное лакомство к основным праздничным блюдам. У нас очень стряпуха была бабушка. Она из крестьян, из Красноярского края. Стряпуха и вышивальница, и ткала сама. Даже полотенца у нас были, ну вот до сих пор есть. И она стряпала необыкновенно. Стряпала особенно, мне запомнился хворост. И вот однажды я решила попробовать сделать этот хворост. Сделала, значит, много жира положила, а яиц мало. И помню, у меня этот хворост не получился. С тех пор я стала вспоминать, а как бабушка делает. И вот блины также. В основном я никогда не делаю. Воду не добавляю в блины, только целиком на молоке. Блины и блинчики – блюда скорее праздничные, нежели повседневные. Масленичная неделя – повод, когда можно наесться ими вдоволь. И главное, по древним традициям, эту неделю нельзя грустить, надо веселиться. Ведь долгая зима наконец-то складывает свои полномочия. В права совсем скоро вступит долгожданная весна. Ирина Птуха, Алексей Горелкин. Новости ТВ Рассказово.